Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Грагуленко я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Как идет подготовка к выборам в регионе? Об этом говорили на заседании общественной палаты Самарской области. Подготовка Самары к осенне-зимнему сезону идет в штатном режиме. Темпы и объемы работ на теплотрассах, котельных и других объектах городского хозяйства обсудили на заседании штаба в профильном департаменте. Как оборудованы кабинеты, актовые залы и столовые в самарских школах? Создана ли в учебных заведениях безбарьерная среда? Проверила специальная комиссия. Стоимость аренды загородных домов за год выросла на 50% и продолжает расти. С чем это связано, расскажем в новостях экономики. Встать на сноуборд или освоить велосипед? Теперь для занятия любимым делом нет преград даже у людей с инвалидностью. Как далеко шагнули современные технологии протезирования? В нашем сюжете. 19 сентября в Самарской области одновременно пройдут выборы депутатов в Государственную думу и региональный парламент. Чтобы обеспечить легитимность выборной кампании, в регионе готовят независимых общественных наблюдателей. Продолжит тему Ольга Хомраколова. Обеспечить честность и прозрачность. Общественная палата Самарской области ведет масштабную подготовку к выборам, которые пройдут в сентябре. С 11 марта в регионе работает общественный штаб. За это время подготовлено свыше 5000 независимых наблюдателей для работы на избирательных участках. Об этом рассказали на заседании общественной палаты с участием губернатора Дмитрия Азарова. Все мы понимаем, какая ответственность есть перед нами совместно с общественной палатой, с депутатским корпусом, с партиями, которые будут участниками этих событий, по достойному проведению выборов. Безусловно, все мы заинтересованы в проведении честных, справедливых выборов. И огромное значение здесь имеет организация общественного контроля за ходом предвыборной кампании и за ходом подсчета голосов. Задача общественных наблюдателей – обеспечить контроль за законностью действий всех участников избирательного процесса и подсчета голосов. Выглядеть это будет так. В каждом муниципалитете назначаются кураторы. Также будет работать экспертная мобильная группа. При поступлении с какого-либо избирательного участка сообщения о возможном нарушении, мобильная группа сможет оперативно дать оценку происходящему и помочь в решении проблемы. За три месяца работы штабу принято участие в 41 мероприятии, среди которых два заседания членов штаба было проведено, три заседания Центра управления анализа, в рамках которых были приняты решения о кандидатурах руководителей, координаторах группы центров, утвержденный план мероприятий штаба. Единый день голосования в России наступит 19 сентября. В Самарской области одновременно пройдут выборы депутатов Государственной думы и Губернской думы. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. Подготовка Самары к осенне-зимнему сезону идет в штатном режиме. Темпы и объемы работ на теплотрассах, котельных и других объектах городского хозяйства обсудили на заседании штаба в профильном департаменте. Оно прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. В настоящее время в разгар строительного сезона специалисты активно трудятся на 13 крупных объектах по перекладке теплотрасс, чтобы оперативно справиться с задачей, работы организованы без выходных и находятся на постоянном контроле. Мы 30-го числа выходим все остальные объекты, о которых я сегодня тоже говорил. Это у нас и Ленина-Осипенко, это и Первомайская с Полевой. В данной ситуации у нас это квартал, который на улице Пензенской, в границах улиц Владимировской, а у Рицкого, Пензенской и Чернореченской большой объем работы. Это два объекта по новому вокзалу. В период июля-августа эти работы уже войдут в полный объем. Готовятся котельные, штатные. Все проблемные вопросы мы знаем и во всяком случае мы работаем, чтобы внезапно возникающих вопрос, которые как бы подошли к сентябрю, их не было. По состоянию на 24 июня к отопительному сезону жилой фонд Самары готов уже на треть. Это 3419 домов из более чем 10 тысяч. Также работы ведутся и на объектах социальной сферы. Например, уже подготовлены 127 учреждений культуры и спорта. Кроме того, фондом капитального ремонта охвачено 112 домов. На очереди еще 91 здание. Работы планируют завершить до 15 сентября. В Управленческом сегодня прошла торжественная церемония закладки первого камня фундамент Центра конструкторских разработок и научных исследований ОДК Кузнецов. Здесь возведут три новых исследовательских центра, один из которых планируют открыть уже в следующем году. С подробностями Михаил Ермоленко. Поселок Управленческий в Самаре – центр сосредоточения конструкторской мысли в области двигательстроения. Именно здесь советский конструктор Николай Дмитриевич Кузнецов спроектировал и разработал свои самые знаменитые двигатели, включая НК-33, которые до сих пор используются для космических пусков. Сегодня знаменательный день. Фундамент Центра конструкторских разработок и научных исследований ОДК Кузнецов заложили первый камень. Новый комплекс соберет под крышей молодые умы, которые в будущем продолжат развитие российского двигательстроения. Это не только объединение под одной крышей всей конструкторской мысли предприятия ПАО Кузнецов. Это, конечно, и символ возрождения поселка Управленческий. Здесь еще два новых производства будут открыты в самое ближайшее время. Будут созданы новые рабочие места. И самое главное, что сюда придет молодежь. На 10 тысячах квадратных метров трехэтажного здания нового Центра конструкторских разработок и научных исследований разместят самые современные средства вычислительной техники. В комплексе будут создавать новые авиационные и ракетно-космические двигатели. Появятся дополнительные рабочие места более чем для 500 инженеров-конструкторов и работников технических служб. Задач перед Кузнецовым сейчас очень много с точки зрения разработки новых продуктов. Это и двигатель для перспективного комплекса дальней авиации. Это и реализация мероприятий по повышению надежности нашей техники, которая работает на объектах «Газпрома» на сегодняшний день. Это и сформирование научно-технического задела по перспективному газогенератору, который ляжет в основу семейства двигателей «Анкана» ближайшие 30-40 лет. Здание нового центра конструкторских разработок планируют открыть в 2022 году. Кроме него, на территорию управленческого построят еще два новых комплекса с нуля. По оценкам экспертов, стоимость проекта сейчас оценивается в 980 миллионов рублей. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Школа, ВУЗ, предприятия. Учебные заведения Самары начинают работу по общеобразовательной программе «Союз машиностроителей России». В рамках обучения школьников будут готовить к олимпиадам по физике, информатике и робототехнике. А также знакомят с ведущими специалистами предприятий машиностроительной и авиационно-космической отрасли. Новшества начнут внедрять на базе 26-й Самарской школы, что находится на пятой просеке. Обсудить варианты развития проекта в Самару прибыл первый заместитель председателя «Союз маш России» Владимир Гутенев. Как заинтересовать талантливых выпускников ВУЗов и сделать так, чтобы лучшие кадры не покидали регион и страну, узнала Ольга Павлова. Своё знакомство с учебным заведением Владимир Гутенев начинает с экскурсии по кабинетам и классам. Отстроенная недавно школа на пятой просеке уже 1 сентября примет своих первых учеников. Детей ждут просторные холлы, широкие коридоры, большие и малые спортивные залы и новейшее оборудование, которое позволит сделать процесс обучения легким. Позаботились о ребятах с ограниченными возможностями здоровья, оборудовав этажи специальными туалетными кабинами, а классы аппаратами для слабослышащих детей. Всё по последним стандартам качества. Аттрактивная доска с проектором, многофункциональное устройство и компьютер для работы учителя. Такие космические возможности по-настоящему современной и многофункциональной школы сделали её претендентом на развитие успешной образовательной программы «Союз машиностроителей России». В рамках обучения школьников будут готовить к олимпиадам по физике, информатике и робототехнике, а также знакомить с ведущими специалистами предприятий машиностроительной и авиационно-космической отрасли. Это позволит уже со школьной скамьи готовить ценные кадры для региона. Для обмена опытом с коллегами руководство 26-й Самарской школы уже побывало в Чувашии, где подобная образовательная практика применяется не первый год. То, что Анатолий Владимирович смог уже посетить те образовательные учреждения, которые можно рассматривать и заимствовать у них опыт, даёт возможности не изобретать велосипед, а пойти по протуренной дорожке, причём пройти дальше, подняться выше. Руководство 26-й школы города уже ведёт переговоры со многими крупными предприятиями региона о возможном и скором сотрудничестве, в их числе РКЦ «Прогресс». На это сотрудничество очень полезно, потому что дети уже изначально ориентированы на определённые цели и на протяжении всего обучения достигают шаг за шагом поставленных задач. Дети будут, поступая уже в высшее учебное заведение, учась в школе, будут понимать, куда они идут, для чего они идут и где они будут работать. Но самое главное, что если эта триада, она будет интегрирована, она будет работать, то дети будут оставаться на нашей родной Самарской земле. Проекты, которые будут реализованы на базе Самарской школы, направят на пруф-ориентацию в реальный сектор экономики. В первую очередь на специальность машиностроения, где высокая добавленная стоимость труда. Работа будет идти совместными усилиями со школой, вузами и крупнейшими предприятиями региона. Ольга Павлова, Максим Гусев, События. В Самаре проверили работу летних школьных лагерей и подготовку школ к новому учебному году. На мониторинг в 46-ю школу отправились городские власти и общественники. О вердикте, который вынесла делегация, расскажет Мария Левина. 14 камер вот здесь выведены на монитор наружного видеонаблюдения. Три камеры внутреннего наблюдения у нас в этом году мы установили первый этаж. И дальше мы планируем внутреннее наблюдение продолжить установку на втором, третьем и четвертом этаже. Директор учебного заведения Людмила Иванова показывает свои владения. В 2017 году 46-ю школу закрыли на капитальный ремонт, после которого она полностью преобразилась. Остались только традиции, которые складывались десятилетиями. В таких условиях работать удобно, в таких условиях работать комфортно, в таких условиях работать интересно. И такие условия дают качественные результаты образования. Сегодня проверить материально-техническую базу школы, работу летнего лагеря и подготовку к новому учебному году приехали общественники и городские власти. Делегация проверила спортивные залы и площадки, библиотеку, учебные классы и пищеблок. Стоит отметить, что 46-я – одна из немногих школ, где питание ученикам готовят в стенах образовательного учреждения. Для этого здесь есть все необходимое оборудование. Мы прекрасно понимаем, что оборудование должно соответствовать современным требованиям, поэтому планово проводим работу для того, чтобы во всех школах постепенно его заменять. В рамках проведения капитальных ремонтов пищеблоков мы обязательно предусматриваем замену полностью всего технологического оборудования. И также в образовательных учреждениях по мере необходимости проводим замену. То, о чем мы говорим, когда рассуждаем о стратегии лидерства региона, на территории данного конкретного образовательного учреждения реализуется в полной мере. Здесь четко установлены барьеры безопасности, которые действуют и которые позволяют обеспечить действительно безопасность учащихся. Второе. Физическая культура и спорт. Мы видим, что это много профильные залы с большим возможностями выбора той или иной спортивной игры. Сегодня мы увидели классы, спортивные залы, увидели, как питаются дети, прошли. Школа буквально недавно была отремонтирована, был проведен капитальный ремонт. И, соответственно, эта школа комфортная для пребывания учеников. Увиденным комиссия осталась довольна. Повторный мониторинг проведут в конце лета, но тогда внимание проверяющих будет приковано больше к прилегающей территории, где сейчас проходит перекладка коммуникаций, которые должны закончить до 1 сентября. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шаре уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Правда ли, что стоимость аренды загородных домов уже выросла на 50%? И это не предел. Да, цены начали расти еще в начале пандемии, росли весь год, а сейчас ситуацию подогревает наметившаяся третья волна и жара. Сейчас расскажу о курсах валют, а потом о том, какие дома пользуются спросом и сколько россияне готовы за них выложить. Курс доллара на 25 июня 72 рубля 32 копейки. Евро 86 рублей 32 копейки. Нефть марки Brent торгуется на отметке 75 долларов 40 центов за баррель. Стоимость аренды загородных домов выросла за год в среднем по стране на 50%. После начала пандемии спрос на аренду загородного жилья резко вырос. Это привело к дефициту предложений и увеличению цен. Больше всего подорожали дачи на Черноморском побережье в 3-4 раза. В Подмосковье до начала пандемии можно было снять дачу с удобствами внутри за 35 тысяч рублей в месяц. Сейчас минимум за 55 тысяч. Большие дома площадью 150-200 квадратных метров со всеми удобствами ухоженным участком сдают за 170-200 тысяч рублей. За год на 50% подорожала аренда и премиальных загородных домов в Московской области на Рублевке, Новой Риге и Дмитриевском шоссе. При этом среди всех вариантов долгосрочной аренды в Московской области за последнюю жаркую неделю лишь 16% всех просмотров пришлось на объекты с бассейнами. Причина заключается в их высокой стоимости. Арендаторы загородных домов масс-маркета покупают себе каркасные или надувные бассейны. Дальнейшее развитие ситуации на рынке аренды загородного жилья будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Если ограничительные меры усилят, то спрос на аренду продолжит расти, а за ним и цены. Банк России заявил о неизбежности нового кризиса. При этом у Центробанка есть инструменты поддержки экономики и граждан, добавил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных. Но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. По словам Заботкина, ключевая ставка Центробанка находится на целесообразном уровне и соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике. Банк России в марте 2020 года начал вводить временные регуляторные послабления для финансовых организаций на фоне пандемии. Меры поддержки касались также физических лиц и компаний, пострадавших от коронавируса. Центробанк несколько раз продлевал срок действия своих рекомендаций. Однако в конце марта этого года в банке заявили, что текущий запас прочности банков достаточен для покрытия потенциальных потерь. Дополнительного продления принятых регулятором на фоне пандемии послаблений не требуется. При этом позднее Центробанк принял решение продлить свои рекомендации в адрес финансовых организаций о реструктуризации кредитов граждан и представителей малого и среднего бизнеса, столкнувшихся с ухудшением финансового положения из-за пандемии. Коллекторы стали чаще покупать долги молодых россиян. Банки и микрофинансовые организации в этом году увеличили активность по продаже долгов клиентов в возрасте до 25 лет. В первом квартале 2021 года доля должников из этой категории достигла 20%, увеличившись за год почти в два раза. Причем продажа долгов молодых заемщиков коллекторам участилась не только со стороны МФО, но и со стороны банков. Так, в первом квартале на должников до 20 лет пришлось 0,7% против 0,2% в прошлом году. Аналитики уверены, что низкая доля молодых заемщиков среди банков объясняется тем, что эти финансовые организации менее активно выдают кредиты молодежи. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 129 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 66 484. Такие данные в четверг, 24 июня, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 122 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписано 63 421 пациент. Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Это следует из ее обновленных рекомендаций. Дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые. Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников, сказано в обновленных рекомендациях ВОЗ. Ранее организация заявляла, что вакцинировать детей от коронавируса не стоит. В регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. Привито около 30% от того числа, которое необходимо для создания иммунитета. Но темпы нужно ускорить. Подробности в нашем сюжете. Приезда мобильного прививочного пункта жители Крутых Ключей ждали с нетерпением. Три недели назад они уже сделали вакцинацию также в мобильном пункте. И вот подошло время второго компонента. Ближайшая поликлиника находится в поселке Петра-Дубрава. Добраться до нее мамам с маленькими детьми и людям пожилого возраста непросто. Поэтому вот такие передвижные пункты для них оказались настоящим спасением. Конечно, мы обследуем людей повторно, спрашиваем, как они себя чувствуют также после первой прививки. Будем мерить сатурацию, будем мерить температуру, давление, чтобы человек чувствовал себя нормально. Сегодня в планах привить 27 человек, которые записаны заранее. Но если кто-то из прохожих захочет сделать первый компонент, ему не откажут. Жительница Крутых Ключей Любовь Репина говорит, пришла сделать вторую прививку. Она нянчится с маленькой правнучкой, поэтому времени поехать в поликлинику нет. От коронавируса умер ее двоюродный брат, а потому вопрос по поводу вакцинации для нее не стоял. С хорошими эмоциями пришла, потому что первую прививку я нормально перенесла, температуры не было, никаких побочных таких явлений тоже не было. Поэтому я со спокойной душой пришла. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. На данный момент привито более 30% населения от того числа, которое необходимо для формирования коллективного иммунитета. За последние 10 дней темп вакцинации вырос в полтора раза. Однако его необходимо усилить, заявил на оперштабе министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Сейчас привиты более 490 тысяч жителей области, и почти 400 тысяч из них завершили вакцинацию. Виктория Шарая, события. Встать на сноуборд или освоить велосипед. Теперь для занятия любимым делом нет преград даже у людей с инвалидностью. Как далеко шагнули современные технологии протезирования? Проверили на выездном заседании общественного совета по делам инвалидов. Подробнее расскажет Мария Левина. 10 лет Вадим Каркула проходил на обычном протезе. Полгода назад получил современные оборудованные электрическим датчиком. Технология позволяет быстрее реагировать на разные препятствия на пути, подниматься по лестнице и даже заниматься спортом. В основном обычные протезы, они там работают по основному алгоритму, по которому ты ходишь. То есть ты не можешь там как-то подогнуть колено, да, там постоять, сделать опору на него, потому что он будет тупо ломаться. А вот на этом можно все практически. Ну, вплоть до того, что научиться бегать, ездить на велосипеде, на самокате. Поэтому, ну, практически ограничений каких нет. Протез Вадим получил бесплатно по программе господдержки. Их производят здесь, в Самаре, в медицинском центре протезирования. Бесплатно здесь можно пройти и консультацию специалистов, и обследование на уникальных аппаратах, и получить необходимое техническое оснащение. Начать нужно с похода в свою районную поликлинику. Там заведут карту. Инвалид оформляет карту ИПР, да, в соответствии с картой ИПР. Конечно же, и в медицинских учреждениях здравоохранения, и в комплексных центрах социальной реабилитации могут на территории города получить разные виды услуг. В том числе, вот сегодня мы будем обсуждать и протезирование. Люди приезжают на коляске. Коляску у них забирают. И когда они выходят после протезирования, родственники не понимают, они привозят коляску, все как обычно, а родственники не понимают, как человек может выйти без коляски. С современными протезами люди с ограниченными возможностями могут заниматься спортом, принимать ванну, ходить на пляж. О новых возможностях рассказали на выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов. Теперь общественники будут информировать о современных технологиях, а главное о том, как стать их обладателями, жителей своих районов. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Как защитить свою кожу от палящего солнца? Как эффектно она красится, но при этом не пострадать от высоких температур? Советы косметологов о летнем макияже узнал наш корреспондент. Подробнее в следующем сюжете. Краситься летом можно и даже нужно, уверена Олеся Кухта. Вот уже четыре года девушка работает визажистом на телеканале. По словам Олеси, летний макияж имеет право на существование, но есть несколько принципиальных моментов, в которых он отличается от зимнего. Выходя из дома летом, под палящее солнце на лицо нужно обязательно наносить основу с SPF-эффектом, которая защитит кожу от вредных солнечных лучей и предотвратит преждевременное старение. Еще один важный момент летнего макияжа – увлажнение. В жаркую погоду я рекомендую иметь всегда в своей косметичке матирующие салфетки. Термальную воду можно использовать, и это даже полезно. Ее можно использовать под макияж. Также в течение дня ее можно использовать. Она освежает, не нарушает целостность вашего макияжа и даже продлевает стойкость. Современные тональные основы и косметические средства защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей, потому что содержат в себе солнцезащитные факторы SPF. Макияж на основе матирующей базы в жаркую погоду прослужит дольше. Бронзер для лица подчеркнет загар или придаст коже легкий оттенок смуглости. Что касается тонального крема, то в жару его лучше заменить минеральной пудрой. И очень важно летом пользоваться косметикой, которая содержит различные антиоксиданты, различные ферменты, восстанавливающие ДНК, который повреждается. И желательно, чтобы было очень много белков и аминокислот. В первую очередь это защита от ультрафиолета. Причем нужна защита и от ультрафиолета А, и от ультрафиолета Б. И это специальные кремы. Как показал опрос, многие самарцы секреты летнего макияжа знают и даже в жару отказываться от него не намерены. Летом обязательно подключаются увлажняющие кремы и кремы защиты от солнца. Кермальную воду да, в качестве, например, того же увлажнения среди дня или вот летом. Матирующий спрей, матирующие салфетки. Стараюсь минимум просто не носить макияж. Я косметолог, и в жару я никому не рекомендую наносить очень много косметики, так как кожа все-таки должна дышать. Но рекомендую всем пользоваться СПС-кремами. Я бы в любое время предпочитала полный макияж, но летом это невозможно. Из-за жары тональный крем не наношу. По словам косметологов, не стоит бояться, что основы или тональный крем испортят кожу и спровоцируют сыпь. Современные средства не комедогенные, то есть поры не забивают. Тем не менее, летом количество посетителей косметологических кабинетов возрастает. В основном это связано с активной инсоляцией, то есть обезвоживанием кожи, которой в жару требуется восстановление. Алина Швецова, Николай Сидоров, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...